Всем привет! Команда Универ Ньюз подготовила для тебя подборку самых свежих и ярких новостей. В студии Алена Ледвейкина. Смотри сегодня. Учиться и учиться. Студентов-педагогов ждет большая работа. День Икс настал. Прошел галоконцерт фестиваля российской студенческой весны. Казань снова в центре внимания всего мира. На этот раз исламского. В столице республики Цитарстан прошел международный экономический форум «Казань-саммит-2016». Одной из главных тем саммита стало внедрение и развитие системы исламского банкинга. Еще несколько лет назад, когда «Казан-саммит» только создавался, речь шла лишь о знакомстве с исламским банкингом и его работой. Сегодня «Казан-саммит» – это огромная площадка для диалога России со всем исламским миром. Но вопрос исламских финансов по-прежнему остается главным в повестке. Связано это с первыми шагами Татарстана в развитии партнерского банкинга и с возросшим к нему вниманием со стороны руководства страны. Свой вклад для достижения большой цели, поставленной перед собой Татарстаном, готов сделать и Казанский федеральный. «Для того, чтобы любое дело начало работать, прежде всего необходимо внести или создать законодательные условия для его работы и обеспечить эти учреждения соответствующими специалистами, которые бы понимали в этом деле. И вот в целом эта работа возлагается на наш университет. Если, говорит, в объеме Российской Федерации по работе с исламскими странами, то Казанский университет традиционно является основным университетом Российской Федерации, который выстраивает партнерские отношения с референтными вузами в исламском мире». Отличная новость для всех будущих учителей. Без работы не останетесь. К такому выводу пришли участники педагогического форума, который проходит в Казанском федеральном. Подробности далее. Как сделать так, чтобы абитуриенты шли в вузы, а после окончания работали в школах и закреплялись там? Такой вопрос уже долгие годы волнует умы руководства республики, и именно его обсудили на педагогическом форуме в КФУ. Участники обговорили программы стипендий, что будут приняты в качестве поощрения, но при этом с обязательной отработкой по специальности и санкциями в случае невыполнения. Нововведение вступит в силу уже в следующем учебном году, в том числе и на площадке КФУ. К слову, университету предстоит устранить нехватку педагогических кадров в Татарстане. «Наш вуз сформировался и закрепился в позиции исполненного, монопольного линия образовательной системы республики Татарстан. Университет сложил на себя достаточный сегмент решения социальных задач. Это общепринятая практика, когда ведущие, в частности, европейские университеты, решают социальную миссию, в том числе подготовку, переподготовку к повышению квалификации педагогических кадров». Участники форума признали, что в вопросах подготовки педагогических кадров у КФУ огромный опыт. Завершили встречу договоренностью внести корректировки в планы развития педагогического образования в своих регионах. И на то есть все причины. Ведь будущее нашей страны в руках тех, кто только готовится вступить в большой мир. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. В Казанском федеральном продолжается Международный форум по педобразованию. О его промежуточных итогах и новых идеях по подготовке учителей 20 мая говорили в информагентстве ТАТ-Медиа. С подробностями пресс-конференции Александр Александров. Проблемы подготовки педагогических кадров все чаще и чаще возникают в повестке дня многих стран. Проходящий в Казанском федеральном форум по педобразованию наглядно это демонстрирует. Если в прошлом году форум собрал участников всего из шести стран мира, то уже в этом его география выросла до 22. А количество участников и вовсе перевалило отметку в шесть сотен. Этот вопрос затрагивает всех. Учителям кажется, что что-то неправильно делают чиновники и власть. Власти иногда кажется, что недорабатывают либо учителя, либо университеты, которые их готовят. В общем, вот этот форум, он ориентируется на то, что на площадках различных круглых столов обсуждаются все проблемные моменты, которые существуют как внутри нашей страны, так и у наших партнеров, которые работают в различных уголках мира. На пресс-конференции много говорили и о трансляции опыта других стран на российскую систему подготовки учителей. Но участники форума не скрывают. Любой опыт требует детального обсуждения. И в то же время примеры эффективных моделей подготовки педагогических кадров есть и в России. Поэтому вот эта диверсификация переходов, когда человек может менять свои траектории, которые отрабатываются в Казанском федеральном университете, это во многих университетах мира есть такая практика, но для России вот ваш опыт, опыт Казанского федерального, ну очень большой интерес, может быть даже, Александр Равкатович, статью он бы написать про вот эту практику, для наших многих университетов было бы полезно. К слову, система подготовки учителей, разработанная Казанским федеральным, получила признание и Международного совета по конкурентоспособности. Эксперты совета признали, что проект «Учитель 21 века» отвечает всем вызовам современности. И при его успешной реализации российские школы получат бесценные кадры. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Сегодня каждый имеет представление о том, какой должна быть семья. Однако никаких стандартов и образцов при этом не имеется. А значит, хотим мы этого или нет, жизнь меняется, меняются и семьи. Появляются проблемы, растет процент разводов. Однако их можно избежать. А как выясняли в Казанском федеральном. Подробности далее. Каждый студент не должен забывать о том, что создание семьи и сохранение брака является не менее важным достижением, чем высшее образование и долгожданная карьера. По всем самым волнующим вопросам в Казанском университете прошла международная конференция «Личность, семья и общество». В частности, на ней разбирали современную статистику расторжения браков среди младых семей и искали ответ на самый главный вопрос – как избежать развода. От разводов, как правило, страдают дети. И воспитывать приходится нашим будущим учителям. И со всеми проблемами, то, что не решены, недовоспитали в семье, приходится заниматься учителям потом. Ну и единственное, что хотелось бы сказать сегодня молодежи, прежде чем заключать браки, нужно основательно подумать, кто будет рядом с тобой всю жизнь и кто будет отец или мать твоего будущего ребенка, чтобы они задумались. И если они будут внимательно относиться серьезно к этой проблеме до заключения брака, то, я думаю, разводов будет меньше. Или вообще их не будет. Открыли конференцию студенты Института педагогики и психологии, рассказывая своими танцами и песнями о счастье, верности и любви. После творческих выступлений свои доклады презентовали педагоги и студенты не только Казанского федерального, но и участники с разных городов и регионов. Ну и, конечно, интересен факт то, что ребята получат новый опыт общения. Ну и, конечно, мы хотели бы еще и дальнейшее увидеть перспективы дальнейшего сотрудничества с Институтом психологии и образования, коль мы являемся совершенно, скажем так, коллегами в своем, не только общении, образовании, но и в научном пространстве. Как было отмечено организаторами, данную тему обсуждают во многих вузах по всей стране. И весьма отрадно, что прошедшая конференция получила статус международной. Ведь полученные знания могут не только способствовать избежанию проблем воспитания личности, но и откроют новые возможности. Аделя Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюз. Две казанские канатные дороги включили в инвестиционный план Татарстана, первая из которых будет находиться на территории Курсен-Казань-Арена, а вторая – железнодорожный вокзал Казань-1, верхний условный. В Казани презентуют технологии бесконтактной оплаты проезда в метро. Ожидается, что на всех станциях метро Казани проезд будет можно оплатить банковскими картами. Для этого их нужно будет приложить к ридеру на турникете. Альметьевский парк Шимсен-Ур был признан лучшим общественным пространством России, а концепция развития набережных систем у озера Кабан назвали лучшей идеей городского развития. В Казани пройдет третий этап чемпионата Кубка и Первенства Российской Федерации по ралли-кроссу. Масштабное событие пройдет с 21 по 22 мая на автодроме Высокая гора. Обновленный ракетный корабль «Татарстан» направляется в Махачкалу. Астраханский судоремонтный завод «Звездочка» завершил ремонтные работы на ракетном корабле «Татарстан». Корабль готовит к боевому дежурству. «Татарстан» учредил национальную премию в сфере «Единоборств. Золотой пояс». Она станет высшей наградой в области боевых искусств и будет вручаться выдающимся спортсменам, тренерам, прославляющим «Татарстан». На российскую студенческую весну в качестве жюри приехал генеральный директор телеканала «Просвещение» Косинчук Владимир Евгеньевич. Он посетил наш телеканал и подробно рассказал о сотрудничестве студенческих телеканалов в России и не только. Подробности далее. Расскажите о впечатлениях после экскурсии по медиа-центру КФУ. Я давно хотел к вам приехать, посмотреть, как вы работаете, на чем работаете. Ведь не секрет, что Международная ассоциация студенческого телевидения очень рассчитывала на Казанский федеральный университет. И я сегодня увидел подтверждение тому, что я был прав. Именно три основных университета, у которых есть самые лучшие медиа-студии, это ваш университет, МГУ и Высшая школа экономики, и еще другие вузы, которые к нам присоединятся, будут вставлять костяк Международной ассоциации студенческого телевидения. Это самое главное. Какие преимущества, по вашему мнению, есть у телеканала «Универсмотри»? Самое большое преимущество, которое у вас есть, это эфир, который у вас 24 часа. Я считаю, что каждый вуз, который готовит специалистов, он должен просто, просто обязан иметь такие мощности, именно с эфирным аспектом. Расскажите подробнее о Международной ассоциации студенческого телевидения. Думаю, что эта организация, она, можно сказать, выросла из канала просвещения. В октябре прошлого года она была открыта. Сегодня она имеет две собственных лицензии СМИ. Это журнал «Маст-Медиа», это электронный ресурс. И представляете, вот и получается, у нас есть «Маст», есть канал просвещения, как информационный локомотив, который вещает на всю страну. Какие преимущества даст Международная ассоциация студенческого телевидения будущим журналистам? У нас появится возможность отправлять студентов на стажировку, получать опыт и знания из других вузов из-за рубежа. То есть интегрироваться, коммуницироваться. Ведь сегодня коммуникация для молодого человека – это самое главное. Чем он коммуницированнее с другими членами общества, тем он свободнее, тем он социализированный. Ведь социализация молодежи сегодня главная задача. Как будет проходить совместная работа студенческих каналов в рамках МАСТ? Мы будем консультировать друг друга, мы будем собирать мастер-классы, мы будем раздавать мастер-классы, готовить мастер-классы. То есть это будет такая большая семья, которая позволит готовить нам наших специалистов, наших студентов на более высоком уровне. Что вы можете посоветовать студентам, работающим на канале «Универсмотри»? Вам надо следить за обновлением техники. Это естественно. Ведь качество сигнала, оно зависит в основном от технического. Я имею в виду техническое качество. Ну и постоянно совершенствовать свои знания в области журналистики, в области медиа, коммуникации. Это очень важно. Завершился фестиваль российской студенческой весны 2016. День, которого ждали все – гости, участники и, конечно же, зрители. Галоконцерт российской студенческой весны прошел в Казанском баскет-холле. Полные залы, яркая сцена, невероятные эмоции – и все это в следующем сюжете. Смотрим. Вот и прошел 24-й фестиваль всероссийской студенческой весны 2016. Телеканал «Универсмотри» являлся официальным инфопартнером и организатором прямой трансляции закрытия фестиваля. Тем, кто не смог находиться в этот день в баскет-холле, ведущие нашего канала постарались передать всю энергетику зала через прямой эфир. Можете передать своим родным и близким. Пусть залезут на сайт универсмотри.ру и, пожалуйста, прямая трансляция благодаря Казанскому федеральному университету. Давайте поаплодируем! Рекордное количество участников. 3000 представителей из 75 регионов России встретились в Казани и бороли за звание лучших из лучших. На протяжении трех дней они проходили отборочные этапы российской студенческой весны в пяти направлениях. И только самые лучшие смогли выступить на сцене гала-концерта фестиваля. Хотелось бы отметить, это, конечно, уровень подготовки. Наверное, тогда, когда я занимался этим, это было больше все-таки похоже на такую студенческую самодеятельность, что сейчас представляет из себя студенческая весна, это, наверное, большое скопление настоящих серьезных талантов, которые абсолютно профессионально подходят к своему делу. И уже не взирая, так скажем, на формат, именно студенческий, делают это все на совершенно другом уровне. И это очень приятно и вызывает только восхищение. Участники российской студенческой весны прибыли в столицу Татарстана с самых разных точек страны. Здесь же были студенты Северной Осетии, Якутии, Туркмении. Между бесконечными репетициями конкурсанты и гости получили уникальную возможность познакомиться с достопримечательностями города. У нас намного теплее сейчас, у вас прохладно, мы не взяли с собой теплые вещи. Мы гуляли по городу, нам безумно понравился ваш город, очень красивая архитектура, в восторге от вашего города, вообще, ну, очень хорошее впечатление. Еще не привыкли к московскому времени, сейчас у нас, наверное, уже час ночи, три часа ночи, или где-то так. Ну, я была только зрителем, а сейчас я уже участвую, и освещение вообще переполнение восторгом, что волнуемся вообще. Пока за кулисами конкурсанты боролись с волнением, на сцене творилось нечто невероятное. Завораживающие показы, мод, бесстрашные акробаты, и все это происходило перед зрителями и гостями закрытия фестиваля. У меня эмоции, вот, мурашки по коже, я не знаю, как это объяснять, просто удивительное мероприятие, просто мега круто. Кузбасс, город Пемерово, наша делегация уже выступила, мы сейчас болеем и выступаем. И желаем всем удачи, новых побед. К слову о победах, третье место заняли студенты в Саратовской области, второе – Тюменьская область и, наконец-то, первое – Хантамантийский автономный округ Югра. Заветный грампри выиграли студенты Республики Татарстан. Завершился гала-концерт в фестивале российской студенческой весны, а нам остается вспоминать об этом ярком событии студенчества и ждать следующего года в Туле. Это была российская студенческая весна с 2016-й. В прямом эфире нашего телеканала ты увидел самую талантливую молодежь России. Ну а для вас ввели прямую трансляцию. Зимур Камалеев, Анастасия Иванова, Кульфья Мадыкульна и Аскар Галимов. И, конечно же, до встречи на 25-й юбилейной российской студенческой твисте 2017 в городе Тула! Пока-пока! Анастасия Иванова, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. На сегодня все. Смотри Универ Ньюс и будь в курсе студенческой жизни. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!